26 марта в ДК Железнодорожный города Волхов состояло заседание областного совета по улучшению инвестиционного климата в регионе с участием губернатора Ленинградской области, членов областного правительства, представителей бизнеса, муниципалитета, органов власти и специалистов инвестиционной сферы. Пилотные проекты, которые развивают экономику Ленинградской области, внедряют цифровые решения. Ленинградская область несколько лет подряд демонстрирует положительные темпы роста основных экономических показателей, и это подтверждается рейтингами, где регион занимает лидирующие позиции. По многим направлениям мы являемся пилотами. С одной стороны, это влечет за собой большую ответственность, а с другой показывает, что мы успешны, востребованы и эффективно реализуем экономический, кадровый и научный потенциал, подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ну, во-первых, хочу сказать, что для нас это первый инвестсовет после Нового года. Мы, конечно, не могли не подвести итоги года, они впечатляют. Ленинградская область является лидером Российской Федерации по привлечению инвестиций, по социально-экономическим показателям, по темпам роста, по целому ряду направлений. Это и по темпам роста такого направления экономики, как транспортная индустрия, промышленность. В целом, по темпам роста привлечения инвестиций, по темпам роста строительства жилья, как промышленного жилья, так и социального жилья и многое-многое другое. И не случайно, вот только что мы еще послушали альтернативную точку зрения, иностранные компании, которые работают в России, Американская торгово-промышленная палата проводила опрос о компании, в том числе компании, расположенных в Ленинградской области. Ленинградская область получила одну из самых высоких оценок иностранных компаний именно по привлечению инвестиций и по снижению административных барьеров, по улучшению процедур, связанных с документооборотом, по взаимоотношениям с органами власти управления. Я даже так высказал фразу, что давайте не будем нас особо хвалить, скажем так, что аванс Ленинградской области на будущее. Статсекретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов рассказал, что в настоящее время в регионе реализуются четыре крупных инвестиционных проекта для выпуска химической продукции. Один из них – проект «Фосагра». Полностью соответствует долгосрочной стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России и направлен на повышение конкурентноспособности отечественных производителей. Заместитель представителя правительства Ленинградской области, председатель Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов рассказал о новых механизмах развития промышленности в рамках реализации национальных проектов на территории Ленинградской области. В частности, он отметил реализацию пилотного проекта совместно с налоговой службой по регистрации юрлиц и предпринимателей в электронной форме, завершение работы по синхронизации стратегии социально-экономического развития региона и государственных программ, создание единой системы поддержки бизнеса и проекты умных городов в Гатчине и в Сосновом Бару. В планах экономического блока, куда входят пять профильных комитетов областного правительства, активно внедрять в работу цифровизацию. Созданная и стабильно работающая система представления госуслуг в многофункциональных центрах должна стать проактивной, что предполагает автоматическое оказание услуг в различных жизненных ситуациях. К примеру, при рождении ребенка автоматически будет оказываться услуга о выдаче свидетельства о рождении, регистрации по месту жительства и постановке на учет в поликлинику. Также регион будет привлекать к решению самых различных государственных задач, талантливых и желающих изменить жизнь людей. Для этого Ленинградская область в числе первых включилась в проект «Профессионалы 4.0», где разместила пять проектов, требующих нового подхода в реализации. «Мы активно и успешно провели работу по снятию внешних административных барьеров для бизнеса. Теперь нам предстоит выстроить по-новому работу по межведомственному взаимодействию. Необходимо снять дублирование функций и сократить сроки прохождения документов. На первом этапе мы планируем оптимизировать более 20 государственных процессов и процедур и тем самым повысить эффективность работы», – сказал Дмитрий Ялов. Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурев представил презентацию инвестиционной политики компании «ФосАгро». По словам генерального директора, данный проект является одним из ключевых элементов стратегии развития группы «ФосАгро» до 2025 года. Инвестиционный проект будет реализован с применением наилучших доступных технологий и решений ведущих российских и зарубежных компаний. Новое производство будет в полной мере соответствовать самым строгим российским и европейским нормам природоохранного законодательства.